МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В оккупированном Арцахе и на Хадживане Турция открывает школы. Молниеносный пожар в Восточной Армении. Мы все еще здесь, армяне Западной Армении. Наступило время Нэшде. Прага – вечер памяти, посвященный столицу Шарля Азнабура. Проводимые в течение четырех лет реконструкции и так называемые реставрации не могут скрыть реальность. Оскверняя церковь Суб Армена Перкич-Шуши, азербайджанцы пытаются стереть армянство. С самого первого дня строительства церковь Суб Армена Перкич была невидимым, но мощным препятствием для врага. Превосходная церковь также была повреждена азербайджанскими беспилотниками во время 44-х дневной войны. Непосредственно после окончания войны враг предпринял шаги по осквернению церкви. Деформация купола, покрытие храма сеткой, чтобы он был незаметен, пытаясь под видом реконструкции устранить армянство и исторических свидетелей. Однако, как свидетельствуют многочисленные фотографии и исторические материалы, церковь не потеряла своего армянского облика и значения. Напомним, армянство церкви подтверждается многими архитектурными особенностями. Крестообразный план церкви, купол, опирающийся на трехарочную систему, и многочисленные внутренние залы свидетельствуют о армянском происхождении. Объемно-пространственная структура церкви Амайна-Пыркич похожа на кафедральный собор Эчмядина. Помимо этого, сохранился ряд исторических документов и фотографий, касающихся церкви, что подтверждает ее армянскую принадлежность. В частности, фотография 1919 года показывает, купол церкви оставался неизменным до освобождения Шуши. Азербайджан не может стереть армянскую принадлежность церкви, независимо от попыток реконструкции или восстановления. Церковь Сурб Амайна-Пыркич-Шуши была и останется неотъемлемой частью культурного наследия армянского народа. Это наследие должно быть сохранено и передано поколениям. Рост числа посетителей Немрута высотой 2948 метров в районе Татвам-Битлиса угрожает дикой природе. Обитающие в окрестностях Немрута бурые медведи в последнее время часто появляются в средствах массовой информации, привлекая внимание своим обаянием и зачастую агрессивным поведением. В поисках контакта с медведями туристы нарушают баланс экосистемы, подкармивая их и фотографируя. Это опасно как для людей, так и для медведей, что также наносит вред естественному рациону диких животных. Медведи привыкают получать пищу от людей, что нарушает их естественное поведение и ставит под угрозу экосистему. Эксперты предупреждают, необходимо принять срочные меры. В частности, проинформировать посетителей об опасностях, обеспечивая естественную среду обитания диких животных. Образовательный фонд Турции планирует в ближайшем будущем открыть в оккупированном Арцахе школу. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил председатель Совета фонда Бирол Агюн. По его словам, планируется открыть школы также в Гяндже, армянское название Гандзак и Инна Хеджеване. Агюн отметил, сотрудничество Турции и Азербайджана в сфере образования быстрыми темпами успешно продолжается. Этот процесс – искажение армянского культурного и исторического наследия, ставящий под угрозу сохранение армянской идентичности. 7 октября 12.57 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал тревоги. В Ереване в помещении магазина «Домос» по адресу проспекта Исакова вспыхнул пожар. По степени сложности пожара БИС-1 на место происшествия выехали четыре боевых расчета спасательной службы Еревана. Пожар был локализован в 15.23 и потушен в 16.11. По предварительным данным, полностью сгорело двухэтажное здание площадью около 3000 квадратных метров, внутри которого находилось имущество, техника, оборудование, мебель и т.д. К тушению пожара были привлечены 17 боевых единиц, 6 оперативных групп, 2 автолестницы, 9 водопроводов в мере Еревана. Нравится вам это или нет, но армяне по-прежнему и сегодня проживают в Западной Армении. Их присутствие свидетельствует о непоколебимом выживании нашей нации. Фотографии, сделанные в Шатахе, документальное доказательство, что мы все еще здесь. Несмотря на темные страницы истории и тяжелые потери, армянский народ продолжает жить и сохранять свою культурную и национальную идентичность на древних армянских землях. Эти земли из тысячелетней истории остаются неотъемлемой частью нашей памяти. Армяне, живущие здесь, сплетают их живой нитью, доказывая, в Западной Армении никогда не было забыто. Наше присутствие – это священное наследие, которое бережно передается из поколения в поколение, напоминая. Даже в самых сложных условиях армяне продолжают жить на своей родине. До 2018 года имя Гарегина Нэжде часто вызывало негативную реакцию, поскольку Нэжде чтили люди, которые ничего не читали из его работ и были материалистами, то, с чем боролся Нэжде. Сегодня антипатриотизм, материализм и безразличие стали откровенной пропагандой, усугубляющей проблемы нашего народа. Нэжде предупреждал, что источником опасности являемся мы сами, с переоценкой и слабостью чуждых ориентаций. Прошло уже более века, но его прогнозы о нас остаются точными и актуальными. Во французском институте Праги состоялся вечер памяти, посвященный столетию Шарля Азнавура. Мероприятие организовано посольством Армении и Франции в Чехии совместно с французским институтом. С приветственной речью выступил посол Франции Стефан Круз. Был показан документальный фильм «Азнавур и его мир». Концерт Ричарда Юэлла и Томаша Йохмана, представившие самые известные и любимые песни Азнавура. На мероприятии присутствовали руководители аккредитованных в Чехии дипломатических представительств. Члены дипломатического корпуса – представители чешских общественных, политических, научных и культурных кругов армянской общины. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!